Продолжим тему. К нам присоединяется экономист Андрей Новак. Здравствуйте. 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 Итак, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против свыше 300 физ и юрлиц в Российской Федерации и за ее пределами, которые помогают подпитывать России ее военную машину. Как думаете, эти санкции заработают и какие будут иметь последствия? Я вам просто наведу цитату чиновника Министерства финансов России. Он в ответ на анонсы следующих американских санкций сказал, что это приблизительно ситуация 1995-1996 годов. То есть это отбрасывает Россию в период вот этих инфляций, гиперинфляций средины 90-х. Ну, в принципе, я сейчас рекомендую следить за курсом российского рубля, который я ожидаю только от анонсов этих санкций. Он сейчас продолжит свое стремительное падение. Ну, и это будет самый объективный критерий, насколько эти санкции работающие. Ну, в принципе, я так понимаю, что Соединенные Штаты уже приняли политическое решение добивать вот это, то, что мы называем Российской Федерацией, добивать со всех сторон. И экономически, и финансово, и военным путем, давая Украине вооружение уже практически без ограничений. То есть на сегодня вот этот следующий пакет санкций, который анонсирован перед заседанием Большой Семерки, которое сегодня должно начаться, это сигнал не только Большой Семерки, но всему цивилизованному миру, всем цивилизованным странам, в частности тем, которые поддерживают Украину и составляют коалицию поддержки Украины. Это сигнал всем странам, что надо, по примеру Соединенных Штатов Америки, также в свою очередь принимать максимальные санкционные режимы, без возможности обходу каких-то лазеек. То есть на сегодня это решение политическое, я считаю, что оно очень продуктивное, очень правильное. Мы бы хотели, наверное, чтобы что-то подобное принималось раньше, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В санкционном списке также есть московская биржа. Вот эта торговая площадка заявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня, получается, сегодняшнего дня. Все из-за того, что Путин пытался привлекать капитал через эту самую биржу. Как вот эти меры отразятся? Ну, они отразятся так, как я уже намекнул, следите за курсом российского рубля. И вы увидите, я даже подозреваю, что начиная с сегодняшнего дня, сегодня, завтра, потом следующая рабочая неделя, мы увидим, что будет с российским рублем. Он будет стремительно девальвировать, то есть стремительное падение курса российского рубля. Это как раз то, что почувствует каждый россиянин, ну, во всяком случае, те, кто, ну, скажем так, жители городов. Про деревни их я не говорю, а вот жители городов, они точно каждый на своем кармане личном ощутят действия вот этих последних санкций, которые принимают Соединенные Штаты Америки. Безусловно, это дает какую-то надежду на то, что какие-то внутренние процессы в России возможно начнутся, если уже касается дела кармана каждого россиянина. Но самое главное, что это касается кармана богатых россиян, то есть начиная от олигархов, крупных бизнесменов, то есть это их прямые потери, причем очень серьезные. Ну, если уже даже это не подействует, ну, я не знаю, возможно ли тогда что-то, либо, что может изнутри как-то спровоцировать какие-то внутренние российские процессы. Сегодня начинается саммит G7, Виталий, вы уже об этом вспоминали. Лидеры стран Большой Семерки, скорее всего, поддержат лишь общую идею кредита для Украины в размере 50 миллиардов долларов, дадут его под доход от замороженных розактивов. Однако, из-за серьезных разногласий между США и ЕС, окончательное решение о выделении средств Украине может быть отложено до осени. Об этом пишет политика. В то время Блумберг говорит, что договоренность, ссылаясь на Францию, что договоренность все-таки есть, политическая. Как вы считаете, будет ли сегодня политическое решение? И если говорить о технической стороне, как это должно выглядеть и когда мы сможем получить эти деньги? Начну с технической стороны. Она уже давно отрабатывается. Как именно использовать арестованные уже российские государственные активы в пользу Украины? То есть, технический вопрос, он уже отрабатывается не первый месяц. Как в рамках международного права, в рамках международного финансового права, изымать прибыль от российских активов, сами российские активы в пользу Украины, пострадавшей стране. То есть, технический вопрос, я считаю, что это не вопрос. Политическое решение уже практически, можно сказать, что оно принято на уровне главной страны, которая двигает весь процесс, это Соединенные Штаты Америки. Европа, почему есть какие-то трения? Во-первых, потому что большинство российских активов, в всяком случае государственных, они размещены в европейских странах. И поэтому эти страны, у них какие опасения? Только одни. Репутация, надежные ли их банки, их страховые компании с точки зрения размещения активов любых стран, любых собственников капитала. То есть, у них опасения исключительно с точки зрения, чтобы, например, собственники арабские богатые, чтобы они не разворачивались от какой-то страны и не выводили свой капитал. Поэтому, по инициативе Соединенных Штатов, Европа все-таки хочет, и это правильно, все сделать в рамках международного права, в частности, в рамках международного финансового права. Но политическое решение изымать российские активы в пользу Украины уже принято. Но вот этот кредит, 50 миллиардов, когда по срокам, если сегодня-завтра будет принято политическое решение, когда по срокам Украина сможет получить эти деньги? Ну, безусловно, Украина будет получать эти деньги не сразу, не весь этот объем. Это будет программа на несколько лет. Я думаю, что эта программа будет минимум на 4 года, возможно, даже на больший срок. Безусловно, сразу всю сумму Украину получать не будет. Ну, в принципе, это сейчас и не нужно в таких объемах. Поэтому я считаю, что можно, как пример, привести программу Международного валютного фонда, новая с Украины, на 4 года, на 16 миллиардов долларов. Большинство программ других международных организаций, в частности, Европейского Союза, с Украины на 50 миллиардов евро, тоже на 4 года. То есть я ориентируюсь приблизительно от 4 лет и, возможно, чуть больше, и вот эти новые 50 миллиардов российских активов, приблизительно такой будет программа в периоде времени. Еще одна новость. Страны Балтии до 7 августа собираются уведомить Беларусь и Россию от выхода из договора БРЭЛ. Это синхронный режим работы энергетических систем Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы. Такое своеобразное кольцо для совместной работы и подстраховка на случай аварий. Вот этот шаг приблизит полную энергонезависимость Европы от России? Безусловно, приблизит. Не просто приблизит. Этот шаг означает еще один шаг на пути полной изоляции России. То есть Россию изолирует уже даже в вопросах, которые считались вопросами безопасности, энергетической безопасности в данном случае. Что вот можно обо всем говорить, но какие-то меры безопасности атомной, общеэнергетической, это как бы темы незыблемые. И вот уже даже в таких темах уже начинается процесс изоляции, полной изоляции России. Ну, в принципе, это можно для сравнения сказать, что это строительство такой новой стены вокруг России. Россия сама строит стену по своей сегодняшней территории. Вот этот шаг, это красноречивое свидетельство того, что самоизоляция России, она уже касается даже вопросов, которые раньше, в принципе, не стояли среди вопросов политических или безопасности. Ну, дошло уже даже до таких вопросов, до такого уровня. Железный занавес опускается снова. Да, железный занавес, да. Россия прячет танкеры в Габоне. По подсчетам судовых брокеров, число бортов, зарегистрированных там, выросло в шесть раз после начала полномасштабной войны в Украине. Особенно заметный рост зафиксирован с прошлого года, когда России пришлось прятать танкеры от санкций США. Как думаете, как долго еще россияне смогут вот так обхалить санкции и как победить этот стеневой флот? Ну, во-первых, то, что Россия ищет какие-то страны, даже уже не третьего, а четвертого, пятого мира для того, чтобы обходить санкции, Ну, безусловно, это свидетельствует о том, что первые и главные санкции работают. Но вот эти все методы обхода, они, безусловно, немножечко поддерживают еще возможности России экспортировать свой главный товар, энергоресурсы, газы, нефть и нефтепродукты. Но, безусловно, это уже далеко не те объемы, которые были до большого вторжения России в Украину и до начала действия каскада международных санкций против России. Какое-то время они еще смогут поддерживать продажи своих энергоресурсов, но уже мы видим, что даже главные партнеры Китай, Индия, они постепенно отказываются от сотрудничества с Россией, поскольку на них также будут и действуют санкции работы с другими цивилизованными странами. А рынок, например, Европы или Соединенных Штатов с Канадой для Китая, для Индии намного, несравнительно намного более важен в экономическом плане, чем рынок с Россией. Поэтому на политическом уровне, например, еще китайское руководство якобы что-то нейтрально или где-то даже поддерживает Россию, но на реально практическом экономическом уровне даже Китай с Индией отказывается от сотрудничества с Россией. Поэтому вот эти все обходные черные схемы, серые, вот этих черных-серых танкеров, ну это как какая-то соломинка, за которую пробует ухватиться Россия. Ну вот Евросоюз, кстати, может ввести санкции против крупнейшей судоходной компании России, Сокомфлот, об этом Блумберг написал. Что это могут быть за санкции? Ну я надеюсь, что это будет просто запрет входа в любой европейский порт. Ну это, понимаете, что это означает, это конец европейского рынка, самого крупного, самого платеспособного для России, он полностью будет закрыт. То есть никаких вариантов уже обхода серыми танкерами, черными, просто запрет на заход любых российских или пророссийских кораблей в любой европейский порт. Это очень жесткие решения. Еще одна новость. Немецкий импортер газа решил расторгнуть контракты на покупку газа в России и прекратить долгосрочные отношения с «Газпромэкспорт». А еще, более того, Стокгольмский международный арбитражный суд представил компании право не только расторгнуть контракты, но еще и потребовать возмещения убытков. Это более 13 миллиардов за газ, который «Газпромэкспорт» не поставляет с 2022 года. Как думаете, получат ли деньги немцы, заплатит ли Россия? А главное, вот эта тенденция отказа иностранных компаний от российского газа продолжится? Если можно, коротко, у нас минута эфира осталась. Безусловно, продолжится, потому что это уже очевидные тенденции. Работать с Россией уже никто не хочет. Кто из моральной точки зрения, кто из-за практических действий санкций. Поэтому отказ от сотрудничества с Россией будет продолжаться. А заплатит ли она? Она заплатит после своего военно-политического поражения в рамках общей программы контрибуции. Прежде всего, Украине, как пострадавшей стране от российской агрессии и всем контрагентам, которые потеряли свои активы, которые потеряли свои прибыли, а также возможные прибыли. Есть такое и в международном праве. Все это Россия или то, что будет правоприемником России, будет, безусловно, выплачивать десятки лет. Будем надеяться, что так и будет. Андрей, благодарим вас за время, которое вы уделили нам. Андрей Новак был на связи с каналом Freedom. Благодарю. Продолжение следует...